Но я считаю, что единственный путь, который может вывести любого здравомыслящего человека из этой войны, это честность по отношению к самому себе. Я считаю, что любой пропаганде доверять нельзя, какая бы она ни была, потому что это все-таки способ управления, манипулирования людьми в любом направлении. И потом, когда ты становишься частью рабочей пропаганды, вполне возможно, какой-то недопропорядоченный человек возьмет эту власть в свои руки, и ты уже станешь его инструментом, и даже не обратишь внимания, когда произошли изменения. Поэтому честность по отношению к себе, она важна в каком смысле? Если ты понимаешь, для чего ты работаешь, почему ты это делаешь, как ты живешь, насколько ты созидателен и неразрушителен, то никакая пропаганда тебе мозги промыть не сможет. Как я ощущаю это на себе? Ну, я, во-первых, очень много путешествую. Я вижу, как резко изменилось отношение людей по всему миру, как легко люди поддаются истерии, как легко люди поддаются влиянию этой информационной войны. Я понимаю просто, что есть очень простой способ управления людьми стереотипом. Создание стереотипов, оно, наверное, закономерно, потому что все обо всех знать нет возможности. У нас слишком мало времени для этого, мы занимаемся собой. И когда о какой-то стране складываются впечатления, они формируются буквально в нескольких тезисах. И эти тезисы, они активно навязываются. И нельзя винить простых граждан за границей, что они, в общем сказать, слушают ту или иную пропаганду. Они просто все равно. Они что услышали, то и восприняли. И у них нет агрессивного отношения, у них нет какого-то. Они просто смотрят вот так вот на тебя. И им тоже нужно пожелать того же. Им нужно пожелать того, чтобы, во-первых, они не чувствовали свое превосходство перед остальными людьми во всем мире. Как им тоже навязывают, что там американцы, это там какая-то высшая раса на земле, там немцы или еще кто-то. А эти люди не до люди, это страны второго мира, третьего мира и так далее. Тогда, в общем сказать, изменится абсолютное отношение друг к другу. Ну и кроме этого, если мы говорим субъективно о нашей стране, то очень немаловажно свою страну уважать. Как бы то ни было, в какие бы времена мы не были, в какие бы тяжелые времена мы не жили, и кто бы нами не управлял. Очень важно самим, как частью механизма, вот этого огромного сложного механизма, как бы посмотревшись в зеркало, осознать, что действительно ты сделал для того, чтобы что-то просить. И для меня всегда было очень важно вот это восприятие, прежде чем что-то попросить, что-то сделать. И тогда меняется все, меняется твое отношение, меняется отношение твое с другими людьми. И когда ты вступаешь в дискус какой-то, в дискус с иностранцами, людьми, которые попали под влияние этой пропаганды, они тебя не могут переспорить. Они видят честного человека, который точно знает, что он делает и для чего он это делает. Потому что он говорит своими словами, а не говорит словами пропаганды, которые ему тоже влита в уши. И в тот момент, когда происходит какой-то дополнительный сложный вопрос, у тех людей просто нет ответов. Потому что все, что они знают, они знают из телевизора. А если ты изучаешь вопрос, если ты формируешь свое собственное мнение, соответственно, ты всегда знаешь, что сказать. И смесь вот эта ядерная, своего собственного восприятия, объективного какого-то, и уважения к своей собственной стране, когда ты готов за свою страну вступиться, когда ты готов поспорить за свою страну и сказать о том, что, друзья, вы не правы, мы правы. Почему? Потому что мы только ради какого-то созидания делаем, в общем сказать, мы не пытаемся ни с кем воевать. Оно сразу рушит абсолютно все преграды. Продолжение следует...